Для тех, кто никогда не бегал, кажется, что мы бежим ногами. Но это до тех пор, пока не появляется отдышка. У начинающих бугунов фраза «Всё, больше не могу» упирается немногие. На самом деле мы бегаем сердцем. И сейчас мы вам расскажем, почему. Мы живем, потому что в нас течет кровь. Кровь снабжает всем необходимым наше тело. Кровь приносит кислород и питательные вещества в наш организм. А забирает то, что нашим клеткам не нужно. СО2 и продукты жизнедеятельности клетки. Кровь – это как грузовики на стройке. Привозят строительные материалы, а увозят строительный мусор. У начинающего бегать отдышка появляется из-за того, что мышцам недостаточно потребляемого кислорода. В нашем выпуске «Бег зимой» мы выяснили, что на самом деле мы задействуем только 10% от объема легких. А значит, узкое место нужно искать в нашей сердечно-сосудистой системе, которую этот кислород доставляет. Но давайте по порядку. И начнем мы не со всей сердечно-сосудистой системы, а с самого сердца. Друзья, все мы пользователи соцсетей. Каждый день по много раз мы жмем на символ сердца в Facebook, Instagram, ВКонтакте. Но почему сердце изображено именно так? Я нашел сравнение с тем, что это похоже на женские ягодицы, что это лебеди, которые сближаются друг с другом. Например, листы плюща и так далее. Но самое, что интересно, это никаким образом не похоже на наше реальное сердце, которое находится внутри нас. На мой взгляд, ближе всего к реальности вот этот значок YouTube. Жмите чаще на этот значок. Это помогает биться сердцу нашего канала. Что мы еще знаем о сердце? Ну, к примеру, где оно расположено? Вот здесь находится голосование, отметьте, справа, слева, по центру, как вы считаете. Но давайте сейчас поговорим не о сердечно-сосудистой системе в целом, а конкретно о сердце. Сердце – это мышца. Но если в прошлый раз мы говорили о скелетной мышце и показывали на сосиске, как она выглядит, то давайте разберемся, как выглядит сердце. Для этого сделаем небольшую операцию на сердце. И в этот раз мы решили не ходить в мясной магазин, потому что получили несколько дизлайков, от вегетарианцев. Надеюсь, нас простят теннисисты на этот раз. Небольшая операция. Разрезаем сердце пополам. Стенка сердца состоит из трех слоев. Внутренний – очень гладкий для того, чтобы кровь проще протекала внутри. Внешний слой – он тоже очень гладкий и очень прочный. А внутри, между внешней и внутренней стенками, находится мышечный слой. И название его вы наверняка слышали – миокард. Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Ну, дядя Митя, конечно, преувеличил, потому что он показал какой-то суперобширный инфаркт. Для того, чтобы понять реальные размеры вашего сердца, вы можете взять вот так две ладони сцепить, и это примерно и будет размер вашего сердца. Итак, если сердце – это мышца, то насколько она сильная? Главная функция сердца – это поддерживать давление для того, чтобы наша кровь циркулировала. Поэтому сердце – это насос. Важной характеристикой насосной функции сердца является его ударный объем. По-простому – это сколько сердца выбрасывает кровью при одном сжатии. У взрослого человека в среднем ударный объем составляет 80 мл крови. Это примерно столько. Так, а теперь интересно узнать, сколько же объема крови наше сердце за одну минуту прокачивает. Если мы знаем с вами, что одно сокращение – это примерно 80 мл крови, и также мы знаем, что средний пульс у среднестатистического человека от 60 до 90, то есть в среднем – это 75 сокращений в минуту, получается, что наше сердце за одну минуту прокачивает 6 литров. При этом стоит отметить, что в теле взрослого человека примерно 5 литров крови. Получается, что за одну минуту наше сердце перекачивает весь объем крови в организме. И я хочу вам продемонстрировать эту скорость. Итак, здесь 6 литров, и за минуту я должен наполнить эту канистру. Поехали! Но это в состоянии покоя. А что будет, если наше сердце будет биться чаще? В выпуске «Промедленный бег» мы рассказывали, что максимальный ударный объем нашим сердцем достигается при показателе 60% от максимального пульса. И это было около 120 ударов в минуту. При этом ударный объем, допустим, станет 100 мл. И давайте представим, что это уже не одна канистра, а две вот такие канистры. 12 литров за одну минуту прокачивается нашим сердцем. 12 литров в минуту – это 6 литров за 30 секунд. Давайте попробуем посмотреть эту скорость. Это тот объем, который прокачивает сердце обычного человека, допустим, начинающего бегать. Но сердце продвинутого атлета, оно уже более развитое и больше в объеме. И сердце такое может прокачивать от 25 до 40 литров крови. Вот здесь на столе сейчас 32 литра воды. И это объем, который прокачивается в одну минуту. И вообще, если сравнивать физиологию обычного человека и профессионального атлета, это как земляне-инопланетяне. Вообще считается, чем ниже пульс в состоянии покоя, тем эффективнее работает наше сердце. Известно, что у многих атлетов пульс в состоянии покоя достигает 40 ударов в минуту. Занятие бегом увеличивает как толщину миокарда нашей мышцы, так и объем нашего сердца. Увеличение только толщины миокарда нам невыгодно, потому что увеличиваясь мышца, уменьшает объем самого сердца. Именно поэтому мы так часто говорим о пользе именно медленного бега. Потому что на нагрузке 60% от вашего максимального пульса амплитуда работы сердца максимальная. И бегая на таком пульсе 1, 2, 3 часа, ваше сердце растягивается и увеличивается в объемах. Хорошо, вот у нас большое спортивное сердце. Но какой толк от большего ударного объема, если пропускная способность останется той же? Наше сердце – это часть сердечно-сосудистой системы. И большое развитое сердце будет никчемным, если нету соответствующей инфраструктуры по транспортировке крови. Чем более развитая сосудистая система инфраструктура, тем легче кровь прогнать сердцу. И поэтому большое сердце плюс развитая инфраструктура по транспортировке крови равно развитая сердечно-сосудистая система. В состоянии покоя нашим мышцам не требуется много кислорода. Достаточно 6 литров в минуту протекающей крови. Когда мы бежим, нашим мышцам требуется больше питания, больше кислорода. Важнейшей характеристикой размера вашей лейки является показатель максимального потребления кислорода. На английском – via to max. У начинающих бегунов этот показатель растет даже при занятиях медленным бегом. Но с какого-то определенного момента необходимо вводить интенсивные тренировки для того, чтобы обеспечивать рост этого показателя. Друзья, но если вы атлет уровня Эллиота Кипчоги, то тогда вот этими лейками вот это поле... Поле, русское поле Светит луна или падает снег Счастьем и волею Связан с тобою Нет, не забыть Тебя сердцу вовек Счастье 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 Счастье